Ой, ребята, конечно, вот как зайдешь в этот пульт.ру, так сразу начинается разврат, понимаешь, угар и... Аудиофильский разврат, конечно. И, конечно, сегодняшняя тема такая, что все сложно, боже, как все сложно, ой... Но! Мы не привыкли отступать, нам расколоть хай-фай поможет, YouTube журнал «Хочу все покупать». Да, ребята? Здравствуйте, дорогие зрители! Итак, сегодня у нас очередная серия нашего, как это называется, коллективного обзорного теста, который призван дать ответ на простой вопрос. Как можно купить максимальное качество хай-файного звука за 100 тысяч рублей? Ну и сначала вводная. Амбициозная, амбициозная задача у нас сегодня, да? Итак, идеальная хай-фай-система за 100 тысяч. Какая она? Из чего она состоит? На самом деле вводные такие. Значит, мы, как обычно, оставляем за скобками источник звука. Тут две причины. Первая причина состоит в том, что, во-первых, слушайте, вот у нас здесь из пяти усилителей четыре позволяют играть без дополнительных источников. То есть можно играть на них прямо сразу с телефона, а некоторые играют еще по сети и обладают функциями стриминга. Короче говоря, вот это вопрос уже, с одной стороны, почти решенный. С другой стороны, хочется рассуждать именно что о основной составляющей аудиосистемы. Потому что если у вас между колонками и усилителем нет синергии, если они не дают нужный звук, то хоть за миллион вы источник туда подключите, толку не будет. Вот, поэтому самое главное, это вот эта вот связка. Усилитель с колонками. А именно они создают основу звука. Потом уже источник к ним можно подобрать, как сказать, достойного качества. А можно и недостойного, но если сами по себе колонки и усилители хорошо играют, то даже бросовый источник, даже с телефона, это все равно будет приятно слушать. В общем, такая конфигурация. Дальше ситуация сложилась интригующе. А, еще важный момент, значит, чтобы не создавалось еще раз вопросов. А почему в этом обзоре нет усилителя хунь-пюнь-бунья солишки или колонок микросупрасвен за 3 рубля? Ну, потому что, ребят, мы принципиально берем то, что есть в наличии на рынке и то, что можно сейчас купить. Именно для этого мы сидим сейчас в магазине Пульт.ру. Потому что это, ну, банально самый большой магазин, у которого самый большой склад. То есть, вот, условно говоря, именно у них можно найти максимальное количество разной акустики и усилителей, которые вот сейчас, в данный момент можно купить. Многие спрашивают, а почему это у вас в обзорах этих вот недорогой техники никогда нет Ямахи? Ребят, а потому что ее нет. Нет ее! Вот ее просто нет. Не будем вдаваться тут в глубокие подробности их бизнеса. Но, может быть, это и счастье для Ямахи, что ее нет в этом обзоре. Ох, я бы оттоптался! Ну, в общем, слава богу, нету Ямахи. Но вот здесь вы видите все, что мы сразу нашли в доступности, вот прям по первому счетку пальцев, в магазине Пульт.ру, в салоне на Орджоникидзе в Москве. Крайне рекомендую, хорошая прослушка, приятные ребята. В общем, вы все поняли. Пульт.ру, спасибо, что приютил. Итак, какая у нас здесь, собственно говоря, конфигурация и сеттинг? Значит, у нас 5 пар акустики и 5 усилителей. Важный момент. Как видите, у нас тут только полочные колонки. И это принципиальное решение. Потому что задача для меня сейчас стояла такая. Как получить максимум качества звука за вот эти условные 100 тысяч рублей. И в этом смысле, если мы говорим о качестве, конечно, мы должны брать только полочные колонки. Потому что за одни и те же деньги полочные колонки и напольные, ну, несравнимы по классу. То есть напольные, конечно, дадут больше звука, да, количественно. Но с точки зрения качества, с точки зрения проработки фонограммы, полочники за те же деньги гораздо выше класса. Объяснение понятно, я уже его приводил. Да, ну, собственно говоря, очень большую составляющую в цене колонок имеет, собственно говоря, их размер, количество материала и транспортировка. Соответственно, полочная колонка при гораздо более качественных динамиках, лучшем кроссовере, всем остальным будет стоить столько же, сколько достаточно габаритный напольник с гораздо более дешевой матчасти. Поэтому мы берем полочные, потому что в этом тесте я хотел получить максимум хайфайного звука за вот условную сумму. 100 тысяч рублей. Но мало того, у нас вот еще одна есть каверза. О, сейчас будут интриги, скандалы и разоблачения. Я не знаю, насколько вы, так сказать, посвящены в нюансы хайфайного бизнеса, но сейчас я вас немножечко посвящу. Понятное дело, что в нашей стране хайфайн торгуют несколько компаний. И у них, как правило, в портфеле несколько брендов. Ну, например, Клипш и усилители Эмотива, это у нас в России одна и та же компания. И в данном случае я сделал запрос людям, типа, что соберите мне комплекты. И, конечно, эти компании порекомендовали некий такой свой взгляд. Ну, вы посмотрите, вот мы рекомендуем вот такое сочетание. Понятное дело, что их интерес экономический стоит в том, чтобы продавать свою продукцию со своей продукцией. То есть, там, Эмотиву с Клипшом. Пожалуйста, поехали. И поэтому у нас получилось, что усилители Эмотива стоят 66 тысяч или 67, что-то такое. А колонки 26. Ну, понятное дело, что это как раз получается под соточку. И именно поэтому я сейчас, ну, я как бы буду заявлять, может быть, в каких-то местах те сочетания, которые нам рекомендовали. Но я как раз буду исходить из идеи попробовать все со всем и на самом деле рассказать вам, что с чем работает, а не вот эти вот рекомендации продавцов. Ну, собственно говоря, давайте с Эмотива и начнем. Это, в своем роде, абсолютно уникальный аппарат. Ни у одного из этих девайсов за эти деньги нет такого функционала. Потому что, ребята, это не только усилитель. Ну, кстати говоря, усилитель классический, аналоговый. Там вот такой вот тор в нем стоит. Прямо солиднейшая вещь. Тяжеленький. Морда железная. Такая прямо точеная. Значит, в нем, внимание, собственно говоря, усилитель. Цифра аналоговый преобразователь. Аналог он тоже умеет. Значит, там фонокорректор МММЦ стоит на борту. Представьте себе. Значит, цифра аналоговое преобразователь. У него еще есть встроенный радиоприемник. Ну, то есть, это еще и FM-тюнер. На самом деле, радиоприемник не приемник, интернет-радио. Радиоприемник там. Ну, то есть, вы, в принципе, можете сразу его слушать. Как бы вообще ни к чему не подключаясь. Просто воткнув антенну. И, конечно, там есть Bluetooth A... Как этот? APTX. Короче говоря, он напичкан просто вот так вот. Ну, и, конечно, не забываем, что Эмотива королевы синих светодиодов. Промолчим. Да. Но это, ребята, один из самых универсальных... Где-то как-то второй по универсальности усилитель в нашем тесте. Потому что со всеми колонками он играет абсолютно одинаково. Реально, слушайте. Ты включаешь разницу между DIN Audio... DIN Audio... И Bauer's Wilkins? Серьезно? Как такое может быть? Ну, дело тут в том, что у этой Эмотива, кстати говоря, интересно, что те Эмотивы, которые я слушал до этого, у них был совершенно другой характер. Они были скорее острые. А этот такой, он прямо дает такую жир, такой жир и прокачку. И вот этот вот нажористый звук, что реально он просто не дает даже возможности колонкам как-то трепыхнуться. И проявить какой-то своё оригинальный характер. Не-не-не, он прямо вот шух. Но если говорить серьезно, то еще есть один нюанс. Потому что действительно это очень-очень функциональный аппарат, в котором действительно вы платите, наверное, половину денег, которых он стоит, за именно что вот эти вот прибамбасы. Кстати говоря, очень ценные, хорошо сделаны, все это понятно. Но это так. Поэтому он по классу, конечно, получился ниже той акустики, которую мы здесь используем. То есть в этом смысле сочетание с клипшом, которое стоит 26 тысяч рублей, оно как раз очень правильное. Потому что она именно ему подходит по классу. Хотя, при этом, честно говоря, с клипшом, при том, насколько мне нравится клипш и конкретно эта модель тоже, они ведь стоят всего 26 тысяч. То есть они в два раза дешевле, чем все другие колонки в нашем тесте. И при этом они по детальности, по разрешению, ну, блин, они не уступают вообще вот своим коллегам, которые в два раза дороже. И в этом смысле клипш обалденные колонки. Ну, и плюс их еще характер мне близок. Ну, то есть вот эта акустика, она замечательная. Но, опять же, и мотивы, ну, вот ее этот характер, вот этот вот жир, моща, ее такая, как это, и нажористость, они, ну, это не для клипша. Удивительно, что лучше всего эмотива сыграла у нас с колонками фокал. По идее, да, я даже сам только что сказал, что будет верно цеплять к этому усилителю акустику недорогую. Ну, типа там за 25-30 тысяч рублей. Фокал стоит 55, по-моему. Это у нас фокал Hora 86, и это самые большие колонки в нашем тесте. Слушайте, и прямо неожиданно вот именно с ними эмотива запела. Точнее, они с ней запели, то есть там какая-то синергия произошла. Единственная проблема этого сочетания стоит в том, что она уже, конечно, не 100 тысяч, а 120 с хвостиком, да? Но имейте в виду, что если вы смотрите на эмотиву, то как-то вроде, по идее, надо недорогую акустику к ней цеплять, но фокал имеет смысл. На четвертом месте у нас, пожалуй, будет усилитель Rattel. И в данном случае это A11 Tribute. Я, кстати говоря, совершенно забыл, потому что я на самом деле про него уже снимал отдельное видео еще в прошлом году. Посмотрите, там интересно. И я поржал, после того, как я об этом вспомнил, и открыл это свое видео, и послушал, что я там говорил, я поржал, насколько совпадают абсолютно ощущения и выводы прошлогодние и те, которые были сейчас. Да, с Dinaudio не очень играет. А тут у нас как раз рекомендованная связка была Dinaudio Emmet 10 и Bauer's Wilkins 606. И как первый тест и показал, Dinaudio ему тяжеловаты. Более того, оказалось, что и многие другие участники нашего теста тоже ему не нравятся. Вот Ротель, конечно, интересный усилитель. Мы же его тогда пробовали. Я его пробовал с Dinaudio, с Bauer's Wilkins. Выводы были те же. Я тащил его домой и слушал со своим таноем. И на удивление, с таноем он прямо вообще показал себя. Ну, к сожалению, в нашем тесте такого недорогого таноя сейчас нет. Таноя у нас не было, зато были Bauer's Wilkins 606. Слушайте, друзья, понимаете, да, вот это усилитель, который ищет свою акустику. И тут, как это, удивительная удача рекомендованной связки. Потому что, если вы вдруг не знаете, то Ротель и Bauer's Wilkins это один холдинг. Ну, в смысле, в мировом масштабе. И они, так сказать, в масштабе планеты Земля рекомендуют это сочетание. Так вот, тут мы совпали абсолютно с производителем, потому что на самом деле Ротель с 606... Вау! Вообще, про 606 еще скажу, что в нашем тесте, вот при прослушивании, они показали себя как самая ровная, самая правильная, самая, так сказать, взвешенная акустика. То есть, они прям вот как по науке играют, знаете, как-то инструментально. Единственное, что, конечно, вот у них тоже есть свойство, что лишний шажок в усилении в другую сторону, в ту, которую не надо, и сразу то бас пропадет, то верх обострится. Но! Вот с Ротелем это они действительно... И усилитель, его утонченность, его умение дать тонкие детали показать сразу становится слышно. И они, вот эту свою ровность сохраняя, становятся живыми, осязаемыми. Хорошо. На третье место я ставлю неожиданного участника нашего теста. Это усилитель NAT338. И опять это агрегат исполненный, что называется, функционал. Это, наверное, даже еще меньше усилитель, чем эмотива. В хорошем смысле меньше, потому что, на самом деле, можно сказать, что это не усилитель, а это стример с функцией усилителя. Ну, собственно говоря. Короче, нет, нет, все-таки это, конечно, скорее полный усилитель с еще большим функционалом. Потому что, значит, там есть, во-первых, стриминговая платформа. То есть он может реально играть любые там хайрезы, шмайрезы и тому подобное. Туда можно встраивать стриминговые сервисы. Ну, то есть вот это вот все. Я так понимаю, что под BlueOS это все работает. Короче говоря, полноценный стример в нем стоит. Значит, есть, естественно, ЦАП с цифровыми входами. Есть аналоговые входы, аналог тоже умеет. Причем есть тоже фонокорректор, но в данном случае ММ. Вот. А сам усилитель при этом тоже, на удивление, крутой. Ну, как бы вот лучше всех предыдущих. Универсальнее всех предыдущих, скажем так. Даром, что он в классе D. Но это, вот опять же, моя любимая телега про NAD. Они сейчас все делают с выходными модулями в классе D. Но характер звука, вот этот вот басовый панч, абсолютно такой же, как был 30 лет назад, когда они были в классе AB. Ну, вот, как бы тот же NAD. И при этом он дал в нашем тесте вот классический пример того, ради чего, собственно говоря, такой тест и проводится. Отвлекусь немного, да. Значит, технически, вообще-то, по, так сказать, измерениям и тому подобному, любые колонки в этом тесте с любым усилителем технически идеально работают. Попробуйте проверить вашим вольтметром и осциллографом, что там может быть не так. Все там так. Другой вопрос, что когда ты соединяешь их, они все звучат по-разному. Причем в разных сочетаниях по-разному. И вот здесь эстетически уже начинаются вопросы. Ну, извините, продолжу. Значит, дело в чем? Значит, все усилители, например, у нас, да, у них у всех разная схемотехника. По-разному устроены выходные каскады. Они по-разному реагируют на, как это правильно называется, на реактивную нагрузку, так это называется. То, что собой представляют, собственно говоря, с электрической точки зрения акустические системы. Потому что все динамики у них у всех разные. Корпуса разные. Кроссоверы разные. Элементы в кроссоверах разные. Они ведут себя совершенно по-другому. При этом эта электрическая характеристика акустики, она описывается, зараза, в характеристиках, собственно говоря, которые мы знаем, одной цифрой. Одной, блин, одной. Вот этим самым импедансом, который бывает 8,4 Ома. И что это объяснит тебе о том, как на самом деле звучит колонка? Вот эта вот мощность, чувствительность, это все, это чушь, это ни о чем не говорит. А этот импеданс, он может по частотному диапазону где-то падать ниже 2 Ом, где-то подниматься больше 20, например, там, я не знаю, на 9 кГц. А как реагирует каскад усилителя выходной вот на такие перепады на этой частоте? Попробуйте это просчитать. Именно поэтому единственный ответ на вопрос, как, какие колонки с каким усилителем будут работать, можно дать, когда ты послушаешь это своими ушами. Вот именно этим мы здесь и занимаемся. Так вот, короче, что меня поразило, насколько NAT сыграл с Polk Audio. У нас тут Polk Audio, это их младшая колоночка в линейке Reserve с индексом 100, я тестировал 200. И они такие, вроде как, яркие, басовитенькие. А NAT неожиданно дал им такую плотность, такую прямо середину мощную. Отличная связка. Но при этом, слушайте, вот то, о чём я говорил. Клипш. Самые лёгкие, самые простые, как бы, с точки зрения нагрузки, колонки с максимальной чувствительностью, рупорные, всё. Ну, как бы, они играют вообще от всего. От настольного, от вот такого вот лампоусилителя на 1 ватт. Сыграют. Вообще с надом. Вообще просто. Вот, вот, вот. Никогда. Рупор исчезает, наверху мутата. Внизу глум. Вообще просто. Как можно так? Минус на минус просто. И вот как это можно было просчитать. При том, что вроде как это суперлёгкие колонки. То есть, ну, какая разница, как у усилителя не подключить. А NAT просто вообще. То есть, как это? Он слишком, слишком он крутой для этих колонок. И одновременно. Dinaudio Emmet 10. Самая тяжёлая, вообще-то, акустика с точки зрения нагрузки в нашем тесте. Вот мы переключаем усилители, реально, ой, усилители, колонки. Реально ты переключаешь, они все примерно на одинаковый уровень громкости сохраняют. Включаешь Dinaudio, сразу, шик, прямо тише. Ну, потому что им надо вдавать это Dinaudio. Так вот, NAT с Dinaudio вообще обалденно. Надо про Dinaudio что сказать, да? Опять же, вот эта интересная история. Ох, не падаем. Это же тоже самый младший полочник в самой младшей линейке. Emmet 10. И, честно говоря, ну вот Dinaudio, это такая штука. Я как-то привык внутри мира Dinaudio это всё оценивать. Мне всегда эта младшая серия оказалась, ну, какой-то, ну, уж совсем компромиссной. Потому что, ну, я привык, что серьёзное Dinaudio, это то, что стоит там, типа, 300-500 тысяч. Ну, как бы, вот такое, да. Что там, confidence и фокусы, что-то такое. Здесь вот эта Emmet, ну, и как бы в контексте, по сравнению с теми Dinaudio, когда ты их сравниваешь просто вот внутри их линейки, ну, это дешёвая какая-то ерунда. Типа, Dinaudio, ну, продаётся. Ха! Вот когда ты сравниваешь Dinaudio с одноклассниками, ты понимаешь, насколько, зараза, там, порода-то есть, да. Потому что эти Emmet 10, ребята, в нашем тесте, они стоят что-то 65 тысяч. Как верно заметил Владислав, я не знал, что Dinaudio мог быть такими недорогими. Ну, так вот, они стоят 5 тысяч, и это среди одноклассников самые детальные колонки просто по факту. Да, у них немного баса, потому что они маленькие, у них небольшой басовик, и плюс они требуют мощного усиления, чтобы хоть что-то там, значит, как бы прокачалось внизу. Но середина и вверх, разборчивость, детальность, то количество послезвучий, которое ты слышишь из этих колонок, ни один здесь не сравнится. Но! Их надо качать. И вот с надом они прямо раскрываются. Еще одна, тут с надом есть третья удачная связка, и это, опять же, Пауэрс Вилкинс 606. Да, они склонны к излишней, скажем так, строгости и остроте, но именно с надом он дает им вот этот вот панч и жир, который их превращает... То есть, вот у них разборчивость вся эта сохраняется, но при этом такая появляется бархат такой, и насыщенность в звуке, короче говоря, удивительно, но Пауэрс Вилкинс и над. Кто бы мог подумать, вот. И заслуженное второе место занимает самый красивый усилитель в нашем тесте. Да, это Денон 600NE, кажется, называется, ребята. И это единственный здесь усилитель, у которого нет чертовых синих огоньков. Господи, да за что мне это? Все, блин, с синими светодиодами. У Денона индикация зеленая и оранжевая. Оранжевая? Ну, блин, ну можно же! Ну, плюс, слушайте, сам дизайн аппарата выглядит как классические японские усилители 70-х годов. Ей-богу, я в восторге от дизайна Денона. Я прям молюсь на них за то, что они вот сохраняют его таким, какой он есть. И, ей-богу, куплю Денон себе просто потому, что он красивый когда-нибудь. Однако в нашем тесте он привел себя не только, так сказать, с визуальной стороны. Опять же, аппарат, есть ЦАП на борту. Блин, есть Bluetooth. Bluetooth у него тоже есть. Есть отдельная кнопка, кстати, Bluetooth pairing прямо на передней панели. Очень важно, чтобы не лезть никуда, вот прям хорошо. Но при этом сам аппарат абсолютно классический в классе АБ, как Деноны делались десятилетиями. То есть, вот никакой ерунды, вот прямо, как при бабушке. И работает это отменно. Начну с исключений. Есть одна пара акустики, с которой Денон 600 NE ни в коем случае не стоит покупать. И это Бауэрс Вилкинс 606. Вот почему? Непонятно. Но просто минус на минус. Уныние с унынием. Как бы и Денон не раскрывается, и Бауэрс Вилкинс как бы... Что-то там такой-то чопорный, унылый, чахлый звук без всего. Как так может быть? Непонятно. Попробуйте проверить это вашим вольтметром. Что там не так? Вот я уверен, что по цифрам все зашибись. Но! Как он удивительно сыграл с клепшами. Вот тоже. Я никогда не слышал от этих колонок такого баса. Кажется, что они увеличились в размере в два раза. Ну, при том, что у них в принципе бас, ну, как бы реально... Они не педалируют его. Это маленькие полочники, заточенные на рупор. Сохраняется вот эта вот офигенная детальность рупорная. Динамика. И еще и низы прям поперли. Да ну, может. Так же отлично с фокалом. Опять же, ему хватает энергии, мощи и, так сказать, правильности аналогового выходного каскада, чтобы дать им вот раскрыть свой масштаб. Они дышат с ним. Да, прямо ты слышишь это все. Ух, большие колонки. При этом, опять же, детальность сохраняется. Прекрасная связка вообще. Но самое удивительное, что он сделал с полками. Вот опять же. Вроде бы очень понятные, как бы простые маленькие колонки. Реально с Деноном. А такое ощущение, что они стали просто в полтора раза дороже. Потому что столько деталей вдруг появилось из них. То есть, казалось, что они такая, ну, декоративная скорее акустика, которая, ну да, может играть. Они такие энергичные, яркие, басовитые, учитывая их размер. То есть, все это есть, да. Но там, понятное дело, что делаем скидочку на недостаток прозрачности. Так Денон им и прозрачность дал при всем при этом. Вот как будто они подорожали. Обалдеть. Прямо вот тоже советую. Послушайте. Про фокал еще хотел сказать, конечно. Забыл. Слушайте, фокал у нас, повторюсь, колонки, которые в два раза больше всех остальных. Ну, не всех остальных. Ну, например, вот Дин Аудио точно в два раза меньше, чем фокал. Они, конечно, безусловно, здесь выступают в отдельной лиге, потому что они сразу дают тебе вот это ощущение большого звука. Вот это вот масштаб. Они прямо заполняют пространство. И если именно этот фактор вам важен, то конкурентов в этой ценовой нише здесь просто нет. Потому что таких больших полочников за эти деньги больше мы не нашли. Однако же, друзья, у нас первое место. И кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? И да, друзья, самый универсальный и самый интересный по звуку усилитель в этом тесте у нас Marantz 607, самая младшая их сейчас модель, новая. И, честно, друзья, Marantz я люблю. Вообще, это мой звук. Но я никогда бы не назвал его универсальным усилителем. И не стал бы советовать, безусловно. Но здесь... На борту есть ЦАП, на борту есть ММ-корректор. Bluetooth, слава богу, нет. Схемотехника классическая. Это тоже АБ. Все, как бы... Опять-таки, как при бабушке, только при бабушке Marantz. Да, но начнем, как всегда, с плохого, слушайте. Ну, и это при этом, конечно, самый страшный усилитель в нашем тесте. Не, ну, даже и мотива не такая страшная. При всех ее синих светодиодах. Слушайте, я терпеть не могу этот дизайн Marantz. Эти дурацкие вырезы на передней панели. И, конечно, господи, ну, почему такие яркие, синие эти огни? Marantz, ну, ну, ты же Marantz, ну, сделай хотя бы оранжевые, господи, боже мой. Нет. Нет, синие! Ну, ладно, будем считать, что это вкусовщина. Это единственный усилитель в тесте, который, безусловно, сыграл со всеми колонками, которые здесь есть. Вообще! И, слушайте, играет он так, что мы даже не смогли определиться, с какими лучшими. То есть, вот какую связку-то порекомендовать-то? Ну, потому что прямо со всеми играет. С Дин Аудио! Marantz с Дин Аудио! Причем, слушайте, вот в чем прелесть этого усилителя. В том, что у него, безусловно, маранцевский характер. Да, то есть, у него немного баса. У него очень-очень-очень вот такая вот шелковистая фактура звука, красивая. Раскрытая середина и верх, там такое количество деталей, там такое пространство. Ну, обалденно это все. И с любыми колонками это сразу слышно. То есть, он прямо бах! Он прямо проникает сквозь них. При этом, он сохраняет характер колонок тоже. То есть, ты и характер каждой из этих колонок слышишь. Блин, ну вот это то, как должен работать хай-фай. И вот достоинства одного и достоинства другого складываются, они вычитаются. Понятное дело, что здесь нет такого количества баса, как может дать тот же самый NAT. Но, слушайте, ну зато с точки зрения проработки, с точки зрения вот этого вот аудиофилии, конечно. С ним может сравниться, может быть, только Rattel. Но, как вы поняли, далеко не с любыми колонками. А этот, вот по крайней мере в этой ценовой категории, прямо как по-питерской. Вот реально не могли выбрать, потому что, понимаете, ну вот клипш. Включаешь с Marantz, слышишь всю эту красоту и понимаешь, что вот колонки стоят 26 тысяч, да, в два раза дешевле, чем все остальные. И при этом, с точки зрения проработки детальности, они вообще практически не хуже конкурентов за в два раза больше денег. Удивительно, понимаете, и Marantz их раскрывает, вот эту красоту. Бауэрс Вилкинс, ровные, строгие, правильные, а Marantz им еще такую утонченность дает. Вот, и не делает их ни острыми, ни какими-то там жесткими. Прямо, какое лучше, что лучше. Dinaudio, опять же, самые детальные колонки вверху и в середине в этой подборке. С Marantz им, они на самом деле могут быть суровыми, а с Marantz им там просто такой, конечно, сок и мед в этих верхах, в этих послезвучиях. Они такие красивые. Да елы-палы, выбор, ребята, удивительным образом образовался сам с собой. Потому что я не выбрал, но мы когда начали снимать картинки, ну то есть, как мы обычно это все делаем, мы слушаем, разбираемся, да. Потом Владислав снимает картинки, я сижу там, что-то набрасываю себе тезис. В итоге я перетыкал, ну, лучший учителя Marantz, это стало сразу понятно. И потом я перетыкал разные колонки. В результате что? В результате остановились на... Фокал. Потому что пусть они и не такие прозрачные и тонкие, как Dinaudio, но они тоже прозрачные и тонкие. Но самое главное, что в них есть вот этот самый масштаб и дыхание, который тоже очень приятный и который из-за их размеров, конечно, цепляет. Они очень хорошо, опять же, с Marantz играют именно негромко. Негромко, но полноценно. Это важно, для меня это важно. И поэтому, да, наверное, ну слушайте, самая крутая связка Marantz с Фокалом. Хотя, Marantz я бы брал со всеми этими колонками, если честно. Ну что ж, друзья, вот такие у нас результаты получились в виде рекомендации на счет Hi-Fi за 100. Я хотел отметить одну вещь. Что все-таки, несмотря на всю нашу золотоухость и наслушанность, это прежде всего личное мнение авторов этого блога, мое и Владислава. Ребят, идите и слушайте своими ушами. Вот то единственное, что даст вам настоящий, единственный, правильный ответ, какой Hi-Fi вам нужен. Спасибо, дорогой Пульт.ру, за то, что пустил, за то, что мы здесь сидим уже, блин, первый час ночи, а мы все еще снимаем. Представьте себе, в магазине, а люди терпят. Мы это все послушали. Приходите, вы тоже здесь это все послушаете. Вам дадут, как бы, никаких проблем. Ребята хорошие, поэтому welcome. Делайте собственный выбор, только собственными ушами. И на этой сенсационной ноте нам пора заканчивать. Спасибо, друзья, что смотрели. И не забывайте, слушайте музыку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok